Вот я так быстро успеваю просматривать вопросы. Что по этому поводу скажете? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я хотел бы получить весь перечень вопросов для того, чтобы можно было работать и в том числе и поработать по тем конкретным адресам, о которых говорят горожане. Я не думаю, что с прошлого субботника осталось много мусора. Это я откровенно говорю. Мы обращали на это внимание в прошлом году. Я лично обращал внимание. И я уверен, что основная подавляющая часть мусора, которая была собрана на прошлом субботнике, была убрана. Но, безусловно, наверняка где-то есть вопросы, и я в этом обязательно разберусь. Что касается захламления территории города. Да, к сожалению, здесь достаточно много работы. У нас много работы по районам частного сектора. Неорганизована работа. Я не обвиняю здесь людей. Это наша недоработка, общая недоработка. Что мы не создали условия для того, чтобы своевременно собирать мусор. Я был недавно в Брюсселе. Ехал по центральной улице. На центральной улице выставлены в среди бела дня мешки с мусором. Так принято в Брюсселе. Идет машина. Это центральная улица города. Стоят мешки с мусором. Все горожане с этим согласны, что мусор какое-то время стоит. Потому что идет машина, которая собирает этот мусор. Согласитесь, при этом мусор оттуда не разлетается. Не разлетается. В полиэтиленовых пышках. И убирается достаточно быстро это все. Да, убирается достаточно быстро. И мы идем по этому же пути. Но мы должны тогда понимать, что за вывозку мусора надо платить. Бюджет не будет оплачивать полностью эти расходы. Люди, у которых образуется мусор, они должны будут платить за этот мусор. И это правильно. Люди, живущие в многоквартирных домах, платят за вывозку твердых бытовых отходов. Точно так же жители частного сектора должны платить. Это должна быть посильная плата на уровне той, которая существует и для жителей многоквартирных домов. И я надеюсь, что мы эту работу проведем. Мне тоже очень досадно, когда Покровская гора, памятник ландшафтной архитектуры, по сути дела, сейчас, когда сошел снег, обнажило завалы мусора. В районе улицы Сурикова, значит, там, где Брянская пересекается с улицей Сурикова, еще в целом ряде мест. И этот мусор понятно, откуда взялся. Это мусор, который образовался на улицах частного сектора и был просто туда вывален. Это наша общая культура. Поэтому эту задачу мы можем решить только сообща. Если мы будем рассчитывать, что кто-то за нами подберет наш мусор, не получится нам сделать город комфортным. Но в связи с этим еще один вопрос, и тоже много вопросов по поводу собак в городе. В интернете, вы знаете, сейчас гуляют подсчеты, сколько вот со сходом снега в городе осталось отходов собачьей жизнедеятельности в Красноярске. Вот эта деятельность все-таки, с вашей точки зрения, отлично, что люди ухаживают за своими домашними питомцами. Но как-то, в общем, можно помирить тех, кто владеет собаками в городе, и тех, кто живет рядом? Ну, я думаю, что это зависит от людей. Помирить людей не так просто. Это очень сложный вопрос. А вот создать правила содержания домашних животных мы обязаны. Мы готовим сейчас на рассмотрение городского совета положение правилов содержания территории города, где в том числе будут определены нормы по ответственности за содержание животных. Конечно, это невозможно сделать, написав нормы и предположив, что полиция будет наблюдать за этими нормами. Это значит, мы все должны обращать на это внимание. И указывать, и не мириться с тем, что, если нарушается эта норма, не мириться с тем, что кто-то демонстративно нарушает эту норму. Поэтому я уверен, что мы сможем услышать горожан, горожане услышат. Мы вместе с горожанами выработаем эти нормы, и я думаю, что это будет решена проблема. Еще с этим вопросом. Вот из поселка Водники нам нужно поставить остановочный павильон на остановке аптека. Стоим с детьми в дождь, некуда ребенка спрятать. Вот такие вопросы тоже сейчас появляются, их тоже в ленте много. Это вопросы злободневные, актуальные, они звучат и на встречах. Вы знаете, что в городе принята программа по реконструкции остановок общественного транспорта. Было общественное обсуждение дизайна остановок. В результате голосования победили остановки, которые уже у нас есть в городе. Подобные остановки есть у нас в городе на проспекте Мира, на проспекте Маркса, на улице Ленина. Сейчас, в соответствии с результатами этого голосования, мы начинаем, разворачиваем эту работу. Безусловно, есть остановки, которые нужно срочно оборудовать остановочным павильоном. Потому что там никогда не было такого павильона, необходимо его установить и так далее. Есть места, где остановки, ну извиняюсь за выражение, уродуют внешний облик улиц. И зачастую остановка, киоск, какая-то, может быть, не совсем понятная реклама с точки зрения эстетики ее содержания. Это та среда, в которой мы живем с вами. И я придаю большое значение остановочным павильонам, потому что это среда, в которой мы с вами живем. Мы живем не на набережной Енисея, не около оперного театра, не у какого-то другого исторического, либо... Нет, там мы тоже живем, а приходим туда. Мы приходим туда, но основную массу своего времени мы проводим как раз в другой среде. Которое как раз сформировано остановкой, может быть, не всегда опрятным тротуаром, покореженным, значит, ограждением газона, рекламой, временным сооружением, которое зачастую не отвечает эстетическим требованиям. Посмотрите на киоске на улице Копылова, здесь рядом со студией. Но, к сожалению, я думаю, что они уже далеко, так сказать, остались в прошлом. Такая эстетика, такой дизайн. Мы должны обратить внимание на общественную среду, на общественные пространства, которые должны формироваться в городе. Мы обсуждали этот вопрос, Алексей Михайлович, у вас на клубе недавно. И я получаю большое количество откликов по этому поводу. Я понимаю, что эта проблема волнует горожан не меньше, чем проблема озеленения благоустройства. Потому что, конечно, согласитесь, люди хотят жить в нормальной среде. Конечно. Может быть, не в дворцовой, но люди обретают собственное достоинство. Считать, что в 21 веке можно жить как-то уже и более качественно. Впереди достаточно большое политическое событие. Многие были удивлены, увидев на прошлой неделе ваше выступление о том, что вы уже сейчас заговорили о выборах в городской совет, который представляет, которые пройдут осенью. И даже заявили о том, что будете участвовать активно в этой политической кампании. Да, безусловно. Это осмысленное решение. И могу пояснить, почему. Я считаю, и не только я, а горожане, что в городе у нас достаточно много проблем, которые мы должны решить. Решить мы их сможем, только лишь работая совместно. Городской совет и администрация города, и в администрации города глава города. В этой связи, конечно, очень важно, чтобы в городской совет пришли люди, которые имеют реальные планы по решению тех или иных городских проблем. Будь то проблемы ЖКХ, несоответствие качества услуг, стоимости тех услуг, которые оплачивают граждане. Именно так граждане формулируют эту проблему. Проблемы наркомании, особенно детской наркомании. Проблемы, связанные с нехваткой мест в детских садах. И так далее. Этих проблем больше, чем на пальцах двух рук. Те проблемы, которые волнуют более 15% горожан. И в этой связи я рассматриваю выборы в городской совет, как еще один из моментов, когда можно посоветоваться с горожанами о путях решения тех или иных проблем. Собственно, о будущем города. О будущем города и траектории движения к этому будущему. Что мы должны делать в первую очередь, как мы должны действовать в области одной, второй, третьей и так далее. Как это сделать? Ведь мы же, у нас нет времени избрать городской совет и потом думать над проектами. Мы должны уже сейчас готовиться к тому, что люди, которые придут в городской совет, будут подготовлены к решению этих проблем. Они придут со своими предложениями, обсужденными с горожанами на встречах, поддержанными. И это будет очень здорово. Это будет означать, что мы не будем терять время на какое-то выяснение отношений, притирку, так сказать, взаимодействия. Мы сразу могли бы начать работать. Это не значит, что должен быть городской совет, сформированный под кого-то. Это так первый вопрос не ставится. Есть проблемы в городе, вот давайте договоримся, как мы их будем решать. И давайте, как говорится, будем исходить из принципа ничего личного, вот у нас есть проблемы, и мы вместе концентрируемся на ее решении. Скажите, а как можно добиться, чтобы городской совет был действительно собранием профессионалов, людей, которые, с одной стороны, и с людьми могут разговаривать, но в то же время представляют, как город живет, как развивается? Это ведь тоже, знаете, профессия. Конечно, это невозможно сделать в тиши кабинетов. Это можно сделать, только общаясь с горожанами. И в этой связи, почему я заявил о своем желании принять участие в предварительном голосовании? Это модное слово «праймерис». Можно называть так, можно называть так, но это, по сути дела, это некое выставление на суд общественности своих предложений. Во-первых, это надо иметь мужество для того, чтобы я не про себя говорю, а в принципе про людей, которые будут принимать участие в выборах. Предложить выйти со своими предложениями, вынести их на суд общественности. Не факт, что они будут поддержаны, и не факт, что во всем они будут поддержаны. Точнее говоря, скорее всего, во всем они не будут поддержаны. Но защищая свою позицию, доказывая правоту, может быть, слыша людей и корректируя свою позицию, что обязательно должно быть, можно нащупать вот то решение, которое должно состояться. Я думаю, что именно так должна формироваться команда профессионалов. Потому что городской совет – это в первую очередь вопросы городской жизни, устройства нашего быта. Вопросы, которыми сталкивается человек ежедневно. При поездке на работу, при возвращении домой, при решении вопросов социальных услуг, которые он получает. И в этой связи, в моем понимании, городской совет – это совет практически ориентированных людей, ориентированных в разумные сроки решения городских проблем. Понимая, что городской совет избирается на ограниченный срок, прошу прощения, это, значит, люди, которые понимают, что вот за этот срок и надо решить проблему. Вы упомянули предварительное голосование, вот вдруг кто-то из наших зрителей, например, захочет поучаствовать. Что вы скажете этим людям? Скажу только то, что я говорил уже, делая свое заявление. Если люди согласны с теми подходами, которые декларирую я, декларируют мои коллеги, если люди согласны принять участие в этом предварительном голосовании, которое начнется в мае месяце, для того, чтобы заявить о своих амбициях и своих предложениях по решению городских проблем, то я призываю принять участие в этом голосовании. Голосование не носит какого-то келейного характера. Принимать участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» могут люди, и не имеющие отношения к партии. Это не возбраняется. Более того, оценивать эти планы и программы будут тоже люди, которые не являются партаппаратчиками какими-то, либо, значит, какая-то парткомиссия. Это будет широкий круг, состоящий на 50% членов партии, а 50% из, так сказать, представителей других общественных движений. Тихом Шикаревич, огромное количество вопросов поступило. Люди про многое спрашивают, про прием, про аварийные дома, про поликлиники, которых в городе не хватает, в конкретных районах, и многое другое. Мы договоримся, что мы передадим вам все эти вопросы. Может быть, имеет смысл подготовить на них какие-то ответы, разместить на сайте администрации. Как вы будете готовы, мы готовы наших зрителей проинформировать. Но в финале я хочу вам задать два вопроса, пожалуйста, прошу очень коротко на них ответить. Что вы считаете сегодня главной проблемой в городе? Я считаю...